Как вы понимаете, отправляться куда-нибудь за границу сейчас не лучшее время. Лучшее время занять себя чем-то здесь и, например, пересадить комнатные растения. Для них сейчас тоже самое лучшее время. Поэтому Анна Рассинина сегодня с большим ассортиментом всего для этого процесса. Яна Солнечка. Доброе утро. Молодец, доброе утро. Сейчас надо прям взять и побежать и пересадить. Ну да. Низкий старт. Как водится, мы в самой первой фразе каждого нашего сюжета говорим суть. Поэтому на этом можно закончить. В традициях наших сюжетов. Так, в общем, да. Почему бы и нет. Потому что... Что умиротворяет. Да. То, что сегодня пришло, конечно, оно свеженькое. Оно только откуда-то к нам приехало. Но я думаю, что у многих владельцев комнатных растений вот эти друзья, они, конечно, постепенно приезжают, 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 разрастаются. И, конечно, когда-то наступает момент, что нужно бы их пересадить. Вот если вы тянули-тянули, как я у себя в школе тянула-тянула, они уже, ну, как бы так, говорят мне оттуда, слушай, дорогая, ну не пора ли бы... Ну, я как-то думаю, зашла, думаю, наверное, пора. И пересадила все сразу. Советую сделать дальше. Это, наверное, целые... Сколько? Сутки надо делать? Ну нет, это все зависит от того, насколько ты заряжена. Это дело. Ну вот я ведь долго терпела, и потом разом все это сделала. Теперь им спокойно, мне хорошо. И хочу сказать, что, конечно же, надо. Апрель – это прекрасное время. Даже можно было сделать это чуть раньше, но уверяю вас, что сейчас самым лучшим образом складываются естественные условия для пересадки, потому что длина светового дня увеличивается, скоро потеплеет, уже так солнышко как-то глазом своим смотрит в окно. Сегодня, кстати, гололед меня так удивил слегка на дороге. Как-то было в окошке все гораздо теплее. Анна дрифтовала? Ну мы, да, дрифтовала. Мы тут недавно надрифтовала, поэтому... Прежде чем заниматься пересадкой, нужно, видимо, сходить куда-то за грунтом, раз у нас вот такой ассортимент, чтобы пересаживать. Что вот это все такое? Более того, скажу вам, что вот до этого был Макс со своей виртуальной реальностью. Да. У нас своя. Я вам могу сказать, что я тоже иногда попадаю в магазин садовый и думаю, что я вообще где я вообще оказалась, потому что я все-таки такой, наверное, садовод, ландшафтник, который не очень экспериментатор. Я даже, наверное, думаю, что это несколько не очень интересно, потому что... Консерватор. Да. Вот я все-таки, наверное, человек, который не будет советовать «Ой, возьмите, такая интересная, новенькая, что же будет с ней?» Видимо, это дух авантюризма где-то у меня... Может, он еще придет ко мне годом к 80-ти. Так вот, я за то, чтобы все-таки было проверено, четко. И, в общем, основная масса, и я на этом буду стоять до самого конца, по крайней мере, в саду, должна быть из тех растений, которые, по-русски сказать, неубиваемые. Чтобы все-таки не было, что «Ой, как бы брыскануть вот этот, чем бы обрызгать вот этот, чего бы новенького, все-таки костяк должен быть хорош». Но в комнатном садоводстве, конечно, нам охота где-нибудь пошалить. И почему я начала говорить о том, что меня тоже что-нибудь удивляет, я, например, увидела такую интересную штуку. Я, может быть, отстала, я не исключаю такого, но я увидела первый раз вот такая штука. Это не за то, что, дорогие друзья, представляю вам, пожалуйста, требуется в магазин на диване. Нет, конечно, но мне было бы интересно, если бы кто-то написал отзыв, если бы кто-то уже это использовал. Штука такая, пена-стекло для орхидей. Представляете? Как эти слова встретились? Пена-стекло. Да, пена-стекло для орхидей. Вот такая вот штуковина, она вот так делает вот такой какой-то интересный звук. В общем, как альтернатива коре, в которую мы пересаживаем вот этих вот маленьких друзей фаленопсисов, всяких разных орхидеев, в основном эпифитных. Видите, такой забавный маленький малыш, который, в принципе, я думаю, может чуть подрастя, чуть-чуть возмужав, пересесть и в такой грунт. Ну, для большого фаленопсиса вроде бы как рекомендуют, что можно полностью поменять субстрат и пересадить в новое. Так что не просто у нас одна земля-земля, и что-нибудь вот новое все равно появляется. И хочу сказать о том, что как-то ранее я все-таки как-то прислушалась к тем, кто составляет грунт сам. Допустим, набирает в саду. Миксует что-то, там листовой опад и так далее. Но я бы сказала, наверное, что это такой высший пилотаж. Вот почему. Нам кажется в саду, что земля прекрасна. Она такая рыхленькая, вроде бы все здорово. Но сколько не было со мной, не очень таких детальных, конечно, но все-таки экспериментов, ничего особо хорошего я сказать не могу. То есть набрать просто с грядки, как это случалось со мной, и просто потом ба-бах в контейнер, потом там бывают личинки всяких червячков прекрасных, дождевых. Ну, я к этому спокойно отношусь, но не очень, да, это все дело приятно. Я все-таки, наверное, сагитирую вас к покупке готового субстрата. Вот почему. Все-таки растения, которые продаются в наших магазинах, это растения биологические, абсолютно из разных мест обитания. То есть, например, когда выращиваются папоротники, они никогда не стоят в одной теплице с суккулентами вот этими прекрасными, алоэ, которые у нас вот тут пришли, к нам тоже сегодня в гости, потому что совершенно разные условия влажности, температуры воздуха, разная почва, безусловно. И поэтому говорить о том, что давайте мы все намесим, добавим всего подряд, это, конечно, тема плохая. Я все-таки придерживаюсь того, чтобы понять, что нужно изначально растению. Или вот, например, вчера имела беседу в зоомагазине. У нас дома живут креветки в аквариуме, и как-то они стали, ну, посещать. Обычно у всех в морозилке живут, а у них в аквариуме. Все необычно. Нет, друзья и знакомые смеются, что они когда-то к нам придут с кипятильником, и мы отзывали обед. Нет. В общем, и что посоветовала мне дама прекрасная в зоомагазине, то она молодец, потому что она не сказала, лейте это, это, и вот эти пять полок соберите и налейте. Да, понятно, что нужно понять причину, в чем дело. Так. И, естественно, глубинно мы не можем докопаться, в чем суть. А, ну, не томите, скажите уже. Вот. Ну, ждем. Ну, в общем, дело в воде. Дело в воде. Дело в воде. Так вот, так и здесь. Дело, как правило, уже в готовом грунте возьмите, если написано для азалий, вряд ли там будет что-то, что совершенно не для азалий. Ну, или, например, есть отдельно там какие-нибудь, да, продается мох с фагном, отдельно, да, и мы видим, что в субстрате для орхидеи, например, он бы должен быть, а его нет. Конечно, покупайте отдельно. Это может быть песок для суккулентов, как добавка к основному грунту, который вы используете. Или мох с фагном, или кору. В общем, главный вывод. Вы должны не смешивать миллион огромного грунта, а слушать каждое растение и добавлять то, что нужно. И не брать с грядки. Не пытайтесь перехитрить природу и этикетки. Читайте внимательно и слушайте Анну Россинину каждый четверг. Я стараюсь для вас.